Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Докс состоялся и типография была куплена предварительно куплена потому что покупатель внес еще не полную сумму денег но до 15 ноября этот процесс видимо он оформится до конца и будет известно то есть хозяин типографии точно ли пенсионское предприятие или на сегодняшний момент то есть вот предположительно это вот этот вот собственно Марина, с вашего позволения приведу цитаты Екатерины Симоновой. «Рентабельность по книге сегодня низкая, так как 80% материалов импортные покупаются на валюту. Мы не успели самостоятельно поменять переплетное производство, если собственник будет готов вложить в это деньги, предприятие станет более рентабельным» и так далее. То есть можем ли мы сказать, что в этом процессе виноват все тот же пресловутый кризис? Катя, ну вот в нынешнем уже интервью Екатерина Николаевна говорит о том, что они не успели поменять переплетное производство, и, видимо, это тоже связано где-то с какими-то затратами и нехваткой денежных средств. Но, как она опять же говорит о том, что рентабельность по книге и сегодня очень низкая. То есть, если вот прошлое интервью читать, то там можно было прочитать о том, что Екатерина Симонову выражает опасение, что если предприятие уйдет в частные руки, то книги могут вообще перестать выпускаться, потому что это очень длительный процесс в отличие от газеты. Но она и сегодня низкая по книге. И вот она вот в нынешнем интервью говорит о том, что если собственник в модернизацию вложится, новый собственник, то, возможно, рентабельность она вырастет. Но это пока неизвестно. Сама Екатерина говорит, что будет дальше, время покажет. Неужели действительно будущее издательства настолько туманно, как вы считаете? Ну, мне это считать сложно, я могу только судить со слов директора издательства, но она сейчас говорит о том, что потенциальные собственники, подчеркну, они пока еще потенциальные, потому что они не полностью сумму заплатили, и не готов тот документ, который называется актом передачи акции от Росимущества новому собственнику, они приезжали к нам, они смотрели производственный комплекс. И пока, по словам Симонова, и кроме как слова оптимизация, больше от них ничего не прозвучало. Что такое оптимизация, мы сами все знаем, и не дай бог оно случится в полной мере, в какой оно может случиться и случается с большинством предприятий. Ну, все-таки будем надеяться на положительный исход. Да, будем надеяться на положительный исход, тем более, что через месяц можно будет уже о чем-то говорить, Екатерина Николаевна сама говорит о том, что можно будет какие-то выводы делать и итоги подводить, когда собственник уже что-то конкретное скажет по поводу этого процесса всего. В газете есть еще одна статья вашего авторства, речь идет о деле в отношении бывшего директора торговой сети «Формация». Что это за дело и как оно дошло до суда? Катя, ну, дело на самом деле очень резонансное. Об этом свидетельствует и то, что первый канал программы «Человек и закон» заинтересовалась этим процессом. Они приезжали к нам сюда, то есть они приходили в редакцию, они присутствовали на самом процессе по делу Алексея Воронова. Поэтому я думаю, что за делом следят очень многие сейчас. СМИ и общественность. И СМИ и общественность, да. То есть однозначно резонанс есть, потому что речь идет об 11 миллионах, подчеркну, бюджетных рублей, которые Алексей Владимирович... То есть структура бюджетная? Щедро, да, раздавал. Структура бюджетная, да. То есть у нее там в губ фармации, то есть унитарное предприятие. То есть я вот в этих моментах не учусь. Ну, по сути, это государственная аптечная сеть. И в рамках вот этой организации раздавались какие-то совершенно астрономические заработные платы? Ну, астрономические, да. То есть в виде, опять-таки, по версии следствия приговора еще нет, поэтому существуют некоторые процедуры. То есть по версии сейчас обвинения, прошу прощения, больше 11 миллионов рублей Воронов выплатил своей сожительнице. То есть это не скрывается в рамках процесса, которого он назначил на должность заместителя директора предприятия по коммерческим вопросам. Зовут ее Мария Казанцева. В виде очень больших премий, надбавок за сложность и напряженность труда и большого выходного пособия, так называемый золотой парашют. Мария, ну а вы как считаете, это случай единичный или типичный? Почему вот он привлек такое внимание не только газеты «Правда Севера», но и федеральных СМИ? Кать, мне сложно чего-то считать, потому что я всего лишь навсегда журналист, который посещает эти процессы. Но привлек, потому что, во-первых, очень большая сумма, во-вторых, это государственное предприятие, а в-третьих, ну, имеется факт такого, знаете, как это, как это, блат-не-блат, то есть когда вот родственные, да, то есть в пределах одного предприятия что-то там начинают пилить, то есть, да, это привлекает внимание, то есть, ну, думаю, три таких момента, которые привлекли внимание, но в основном, конечно, что предприятие государственное, и когда идет речь о госпредприятиях, это всегда привлекает внимание, тем более, если о таких суммах идет речь, как в данном случае 11 миллионов рублей. То есть явление нестандартное все-таки, к счастью, я пытаюсь вот это понять, а у вас какой журналист? Мне сложно судить, может быть, мы не обо всем знаем, то есть, такие дела, вот пока вот мы знаем про это. Но такие вещи стоят освещать, освещать СМИ, с вашей точки зрения. Ну, а как? Страна должна знать своих героев. Чего тут скажешь? Марина, я думаю, сейчас самое время рассказать о других самых интересных о статьях свежего выпуска «Правда Севера». Кать, ну вот я рекомендую статью «Нас продали как крепостных», статью нашего автора Людмилы Осеченко. Она о том, что компания «Мосотряд номер 9» обанкротилась и начала распродавать свое имущество, и в число этого имущества попало общежитие на «Советские космонавты-148», где сейчас живут люди, и получается, что продано вместе с людьми. То есть вот что дальше будет в этой истории, то есть пока непонятно. Пока же новые собственники, эта компания, кстати, «Аквиланинвест», отключила старым жильцам все коммунальные блага, то есть газ, свет и все прочее, и жить там сейчас невозможно. То есть Людмила разбирается в этой ситуации, и вот будем надеяться, что все-таки разберется, и мы узнаем, чего будет дальше. Вот также рекомендую статью Павла Конного, которая называется «Котловская птицефабрика продана за 1,30 стоимости», то есть одно из крупнейших предприятий Архангельской области. Писали мы об этой птицефабрике еще в 2012 году, мы ездили в командировку туда, уже тогда дела были не очень хорошо на фабрике, у нее было несколько собственников, сменяли один за другим, и вот сейчас стало известно, что ее приобрел собственник из республики Коми, причем приобрел за 1,30 стоимости, как вот указано в заголовке, то есть купил за 22 миллиона рублей, а ее стоимость при банкротстве была оценена в 726 миллионов рублей, то есть вот та самая 1,30. И вот что будет дальше с фабрикой, пока не очень ясно, потому что собственник не рассказал пока о своих планах, и вот что будет дальше, думаю, Павел Коннов тоже отследит. Вот, также хочется порекомендовать статью про Торн-1, почему, потому что это касается очень многих жителей нашего города, Торн-1 обслуживает очень многие дома, то есть 94 дома в его управлении сегодня находятся, меж тем в отношении его директора Виктора Гласевича сегодня возбуждено уголовное дело, то есть по версии следствия 40 миллионов, которые люди направляли на тепло и горячую воду, он использовал в своих нуждах. При этом хочу отметить, что в отношении компании уже сегодня введена процедура банкротства, она является неплатежеспособной, причем в списке кредиторов очень любопытные кредиторы, в учредителях которых числится все только тот же Гласевич, поэтому то есть вот это запутанная история, и думаю, что вот автор будет дальше ее распутывать, и отражение найдет на страницах нашей газеты. Марина, спасибо большое за отличные статьи и за интересную беседу. Спасибо, Катя, до свидания. Таким был этот выпуск областной газеты «Правда Севера», а мы увидимся ровно через неделю. Читайте «Правду Севера», смотрите газету на ТВ. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!